Привет, друзья! Меня зовут Айна Пуяслей, я художница из Москвы. И сегодня я буду вещать в шарфике и с горячим кофе, потому что в студии у меня уже очень холодно, и отопление всё ещё не дали. Поэтому, да, я тут подмерзаю. Вообще художник должен страдать, чтобы создавать шедевры. Но сегодня мы поговорим не о шедеврах, а поговорим о блоге на Patreon. И, в частности, о самой платформе. Мне, с тех пор, как я создала свой блог, это было несколько месяцев назад, поступает постоянное количество какой-то определённых вопросов по работе с ним. В частности, вопрос один, да, то есть как завести там свой блог, как понять, что нужен блог, как понять, что на него подпишутся люди, не прокадать со временем, не прокадать с контентом, с языком, на котором вы ведёте этот блог. И сегодня я хотела бы обратить, ну, это такое обращение именно к ребятам-создателям, да, контента. Это, кстати говоря, могут быть не только художники, это могут быть и музыканты, не знаю, кулинары, и журналисты, и писатели. То есть если вы создаёте какой-то контент, видео, тексты, аудио, картинки, фотографии, это всё может быть монетизировано с помощью блога Patreon. Вот, и поэтому будет интересно не только художникам, да, но и всем вот людям творческих таких профессий, которые создают какой-то контент интересный остальным людям. У меня есть уже одно видео, посвящённое непосредственно моему блогу на Patreon, я оставлю ссылку на него внизу, в описании. Это скорее просто причины, почему я завела этот блог, какой контент вас ожидает, если вы на него подпишетесь. Также там есть пошаговые инструкции о том, как оформить подписку, потому что всё-таки платформа англоязычная, и не всем просто в ней сориентироваться, поэтому я создала такой небольшой гайд о том, как, собственно, зарегистрироваться на этой платформе и подписаться на мой блог, оформить нужную вам подписку. Поэтому не буду непосредственно сейчас вдаваться в подробности того, что там в моём блоге есть. Если вам интересно, я ссылку на него, конечно же, оставлю внизу, можете посмотреть, можете оформить подписку. Значит, давайте разберёмся по порядку, как понять, что сейчас самое лучшее время завести свой блог и монетизировать его контент, потому что не всегда понятно, вроде как ты уже что-то создаёшь, вроде как это даже интересно людям, но, поверьте, это совсем другая история, когда это интересно за бесплатно и когда это интересно настолько, что люди готовы заплатить деньги. Я это испытала на собственной шкуре, у меня интересно 16 тысячам больше подписчиков на Инстаграм получать информацию от меня бесплатно, а на блог подписано всего 110 человек, ну, там чуть больше сейчас уже, но, тем не менее, здорово, что эти люди есть, и причина, по которым такое маленькое процентное соотношение людей, кому нужен мой контент за каких-то там 3 доллара, мы не говорим об основных суммах. Есть объяснение этому, почему настолько маленький процент. И сейчас попозже мы этого коснёмся, но пока давайте разберёмся именно по порядку, вот на что надо обратить внимание. Итак, первое, у вас есть доступ к большому количеству людей, большой аудитории, это может быть что угодно. В данном случае у меня был доступ к большой аудитории в Инстаграме, потому что я набрала в какой-то момент 16 тысяч подписчиков, и я поняла, это на самом деле супер арена, да, у меня доступ к такому количеству людей, даже если там учитывать всякие ранжирования, алгоритмы Инстаграма и так далее, если мои посты, грубо говоря, видят хотя бы половину людей, которые на меня подписаны, 8 тысяч человек – это тоже огромное количество. И если будем считать, что из 8 тысяч человек, там, грубо говоря, даже 2 тысячи человек заинтересованы в каком-то контенте от меня, это уже круто. То есть это уже 2 тысячи человек, это на самом деле огромное число. И если даже эти 2 тысячи человек выделить ещё напополам, тех, кто готов за это платить, и тех, кто не готов за это платить, то всё равно получается, что это огромное количество людей. И тем не менее, посмотрите в своих расчётах, как я прогадала, да, в итоге. Поэтому, да, вот именно такие расчёты вы должны подвести. У вас есть доступ к аудитории, да, не знаю, это не обязательно должен быть Инстаграм, может быть, у вас есть какая-то другая платформа, с которой вы вещаете и рассказываете о себе людям, там, онлайн-галереи, например, или какие-то сообщества художников, где собираются люди и общаются на эти темы. И, собственно, вот в таком очень жёстком режиме вы должны отсечь, ну, формул у меня нету конкретной, конечно, как-то рассчитать, но просто имейте в виду, да, насколько маленькое соотношение людей, которые действительно готовы платить за контент, по соотношению людей, к которым у вас есть доступ. Поэтому если на данный момент у вас, не знаю, аудитория 5 тысяч человек, там, 7 тысяч человек, вам кажется, что это большое число, это на самом деле большое количество подписчиков. Но это очень всё равно мало. То есть процентное соотношение людей, которые готовы всё равно подписаться на ваш блог, будет крайне маленьким. Это, к сожалению, так. То есть всё равно люди, которые подписаны на вас, если даже не ищутся всяких ботов, людей, которым это просто они случайно нажали кнопку или подписались заимно, не нужен чаще всего платный от вас контент. Они довольствуются тем, что вы публикуете в Инстаграм бесплатно, им хочется посмотреть на красивые картиночки, ответить на душу, а как бы профессионально в это во всё углубиться им не надо. Итак, первое, стоит обратить внимание на это. Второе, обязательно, даже если у вас большая аудитория, стоит обратить внимание на то, как часто вас спрашивают о том, собираетесь ли вы снять видео, а будет ли видео-туториал на эту тему, а можно ли поподробнее углубиться вот в эту технику, а когда будет новое видео на YouTube, или не собираетесь ли вы создать свой канал YouTube. Супер, если вас вообще спрашивают, а нет ли у вас онлайн-школы, или не готовы ли вы принять меня в дня частные занятия, это явно показатель того, что ваши знания действительно интересны. Ну, хотя бы там паре людей, которые спрашивают вас об этом, а это значит, что потенциально есть ещё люди, которым это интересно, просто они стесняются или там им не до этого, но если вдруг эта информация попадётся им на глаза, они вполне себе могут взять и подписаться, потому что ваш контент имеет спрос. Поэтому, да, обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто вас об этом спрашивают. Если вас спросили об этом раз в месяц, это не считается. То есть надо, чтобы хотя бы там неделю было несколько запросов о том, что вот как бы хотелось, чтобы вы публиковали больше видео. У меня история была такая, у меня был канал на YouTube, я туда публиковала какое-то время уроки, и перестала это делать в какой-то момент, потому что у меня была уже мысль завести Patreon, и я, конечно, весь свой видеоконтент копила для своего блога, и мне не хотелось раздавать его бесплатно на YouTube. И у меня поступало какое-то огромное количество вопросов, даже иногда возмущение о том, как это у меня канал, а я ничего не публикую, это неприлично, заставлять людей ждать. Ну, конечно, о таких каких-то негативных комментариях людей на бесплатный контент, который ты им просто так даёшь, это вообще отдельные песни, поэтому можно одно видео, отдельное видео снять. Так вот, мне действительно стало поступать огромное количество вопросов, почему я забросила канал и когда же будут новые видео. И я всем говорила о том, что у меня сейчас нет времени, я вот сейчас занимаюсь, у меня есть проект, и у меня был проект, и у меня был проект Patreon, я просто об этом не разглашала особенно. И пока это всё как бы варилось, я потихонечку создавала свой блог, оформляла его, потому что это тоже всё очень важно. И об этом я, наверное, поговорю во второй части своего видео, загружу сначала первую, а потом вторая будет именно конкретно о том, как, собственно, создать свой блог. То есть пошагово я объясню на английской платформе, да, что нужно, какие необходимые действия предпринять. А также уже с высоты своего не очень большого опыта, но всё-таки он у меня есть, я могу поделиться с вами какими-то вещами, которые помогут сделать ваш блог более привлекательным, и, собственно, да, ну, привлечь большую аудиторию, сделать его более дружелюбным, френдли, да, и привлекательным. Вот. Но это будет уже другое видео. Ну, в общем, да, если вы понимаете, что спрос велик, то это тоже повод задуматься над тем, что хорошо было бы создать платный контент. Третье, очень хороший повод завести блог с платным контентом, это уникальность того, что вы предлагаете. Не поймите меня неправильно, каждый художник уникален, каждый работает по-своему. Я не считаю всех людей, которые занимаются плагиатом, там, копируют чужие работы, это мне непонятно, и я это абсолютно не приемлю. Когда я говорю об уникальном контенте, это что-то, чего нет у других художников. То есть, например, пишут акрилом, пастелью, акварелью, маслом в классических техниках практически все. И информации бесплатные об этих техниках на просторах интернета огромное количество. Если вы хотите научиться писать маслом, вам не обязательно платить кому-то за это деньги, вы можете пойти на YouTube, пойти там в интернет и найти кучу туториалов по тому, как писать маслом, или по тому, как писать акварелью, или по тому, как писать... Ну, поняли. Значит, если вы вдруг неожиданно так случилось, он так случилось со мной, например, в процессе вы как бы работали, работали, и вдруг вывели какую-то совершенно необычную свою собственную технику. Такое бывает. Вот я, например, очень увлеклась энкаустика, это восковая живопись. Если хотите поподробнее узнать, что это такое, и в чем конкретно заключается уникальность моей техники, можно посмотреть, я вставлю видео, вернее, ссылку на видео внизу, я рассказываю об этом на своем канале. И, собственно, увлеклась энкаустика, и совершенно неожиданно для себя я вывела действительно свою собственную уникальную технику, которой действительно нет информации о ней нигде, кроме моего блога. То есть на русском рунат вообще забудьте, энкаустика это все, что связано с утюгами и восковыми мелками, это кровец глаз, это вы вообще очень мало информации найдете об энкаустике как таковой. А в английском уже больше шансов, если вы владеете английским, у вас есть возможность покопаться в мировом интернете на эту тему. Но, тем не менее, именно конкретно моя техника, энкаустик в сочетании с масляной пастелью, так как это работаю я, я не нашла информации об этом, потому что я сама искала очень долго, чтобы у кого-то поучиться этому, создавать такие эффекты, и я не нашла. И вот, собственно, это отличный повод для того, чтобы монетизировать свои знания. Я знаю, что, может быть, это звучит слишком материалистично, и всеми начнут меня сейчас упрекать в том, что, а как же художник, а вот вы должны думать о высоком. Я, честно говоря, не понимаю людей, которые считают, что человек, обладающий какими-то уникальными знаниями, должен почему-то ими делиться бесплатно и при этом питаться светлым духом. Нет, я не сторонник такого взгляда на жизнь, поэтому буду говорить чётко абсолютно, что да, я придумала технику, мне очень нравится создавать мне свои уникальные картины, и делиться информацией об этой технике я буду только за вознаграждение, за деньги. У меня есть, собственно, курс, например, в Калачевой Веронике, это школа художественная, где люди приходят и, ну, собственно, платят, естественно, за урок. Также я принимаю себя в индивидуальном порядке людей, которые тоже приходят и узнают об этой технике от меня лично. И, конечно же, на блоге у меня уже есть несколько уроков загруженных по этой технике, но если, например, доступ к моему блогу в целом всего 3 доллара, да, то есть к основным урокам, к основным постам, большинство контента там именно за 3 доллара предлагается, то мои уникальные техники предлагаются за большую подписку, 20 долларов. Ну, во-первых, я считаю, что эти знания и эта техника достойны таких денег, да, чтобы узнать о ней, потому что я сама, если я узнаю о каких-то уникальных техниках у автора, я обязательно заплачу эти деньги. Это вообще не такие большие деньги на самом деле, чтобы получить какое-то новое знание, какой-то уникальной технологии, которая позволит вам создавать красивые картины. Вот, и, во-вторых, мне, если честно, выгодно, чтобы гораздо меньшее количество людей, знали об этом, чем, об этом знал весь Рунет. Естественно, уникальность моей технологии пропадает, если вдруг все начнут писать картину точно так же, как и я. Но, тем не менее, человек не жадный, и если кому-то действительно очень хочется, они имеют доступ к этой информации, просто за неё необходимо заплатить чуть больше. Таким образом отсеиваются всякие люди, которые не понимают, надо им это или нет, или они не готовы за это платить, потому что, может быть, я не считаю, что это такая уж прям важная техника. Да, я делюсь своими вот этими знаниями исключительно с людьми, которым это нужно. И, друзья, в создателях я вас призываю делать точно так же. Уважайте свой труд, уважайте свои знания и опыт. Если вы знаете, что вы обладаете какими-то уникальными знаниями, не поддавайтесь на уговор людей, которые говорят вам, вот ты должен думать о высоком, и ты должен раздавать свои знания бесплатно. Это полная чушь. Я вас призываю действительно относиться к себе с уважением, потому что если вы не будете этого делать, этого не будет делать никто. Тем не менее, если даже вы не вывели никаких уникальных техник, и вы просто пишете акварелью, у вас получается это замечательно, пишете пастелью, у вас тоже очень хорошо получается, совсем не важно и не обязательно ориентироваться только на какие-то уникально выведенные техники. Потому что на самом деле, и это вот четвертый пункт, очень важна ваша личность. К сожалению, в нашу эру личность блогера, личность человека, который что-то вам пытается дать какую-то услугу, продать услугу или товар, чрезвычайно важна. Согласитесь, что, мне кажется, произошла эволюция какая-то на рынке в этом плане, что личность человека просто затмила сам товар, который он предлагает, ну вот очень часто. И, собственно, это тоже очень важно, насколько вы интересны аудитории как человек, как блогер, насколько вы несете какую-то энергетику, которая им нравится, или там им просто приятно слушать, им просто приятно смотреть. Они вдохновляются тем, что вы делаете, либо вы вдохновляете их, потому что у вас такая неуемная энергия. Это тоже считается, друзья, это огромный-огромный актив, потому что даже если человек вывел, он супер художник, он вывел какие-то невероятные техники, если он не умеет об этом рассказать, так, чтобы это понравилось аудитории, они будут никому не нужны. Они даже будут никому неизвестны, потому что он не может об этом рассказать. Поэтому да, четвертый пункт очень важно. Это был четвертый пункт. Очень важно, чтобы вы были действительно френдли, действительно дружелюбны со своей аудиторией, чтобы вы как можно чаще рассказывали о том, что и как вы делаете, не раскрывая всех секретов, но давай немножечко как бы вкус попробовать, какие уникальные знания, какой у вас опыт, потому что если вы не будете этого делать, то люди не будут знать, а что они получат, когда подпишутся на ваш блог. И, собственно, да, ваша личность тоже очень важна, поэтому если вы, например, понимаете, что у вас огромное количество подписчиков, что они все время говорят вам о том, как вы их вдохновляете, как им нравится смотреть, как вы пишете, как вы рисуете, что вы рисуете, это тоже повод задуматься о том, чтобы может быть монетизировать свой контент. Даже если вы не предлагаете никаких уникальных там видеоуроков, просто человеку будет приятно смотреть на то, как вы рисуете, и вы будете вдохновлять его этим. Я знаю, что это возможно, потому что на самом деле у меня даже есть подписчики, которые признаются мне, что они сами не рисуют особо, но им просто приятно смотреть на то, как я это делаю я. Иногда их вдохновляет это на то, чтобы пойти что-то нарисовать, Но на самом деле они профессионально этим не занимаются, это просто для души, им просто нравится, это для них вдохновение, медитация. И такое тоже возможно, если вы понимаете, что это ваш случай, то вперед можно завести блог. Конечно же, следующий пункт, необходимо задуматься о том, насколько вы вообще готовы завести блог, друзья. Может показаться, что это на самом деле очень легко, но не так-то это и просто, если честно. Это занимает огромное количество времени, это дисциплина, необходимо понимать, что люди платят вам определенную подписку в месяц. Это значит, что вы должны ежемесячно поставлять качественный контент на свой канал, иначе люди будут отписываться, не будут на вас подписываться, и в принципе вся эта затея была как бы ни о чем. Поэтому принять это решение необходимо очень взвешенно, рассчитав свои силы, рассчитав, есть ли у вас время на то, чтобы еженедельно загружать туда контент. Я, например, стараюсь хотя бы 2-3 раза в неделю загружать какое-то что-то интересное, обязательно это должно быть видео с процессом, либо видео урок, либо мастер-класс подробно. У меня там есть несколько разных категорий. Либо если я не успеваю записать видео мастер-класса, я пишу тексты, разбираю там, например, какие-то там направления в живописи, или говорю о том, как продвинуть свой инстаграм, или рассказываю о каких-то онлайн-галереех, с которыми я сотрудничаю и отвечаю на популярные вопросы. У меня есть список тем, как бы темы на аварийные какие-то случаи, если, например, я ничего не успеваю снять. У меня есть список тем, на которые я могу написать текст. Текст можно написать всегда и везде, если даже вы не дома, если вы в путешествии, можно написать его на телефоне. То есть, как бы это такой вот вариант на всякий случай, если я вдруг не успеваю совсем ничего снять. А также у меня есть архив видео уроков, который, в принципе, периодически пополняется. И я оттуда беру какие-то уже смонтированные видео или не смонтированные. И, в общем, у меня такое, понимаете, да, уже такое немножко потоковое производство. Но это очень важно, если вы хотите, чтобы у вас постоянно тек качественный контент ваш блог. Поэтому, действительно, оцените свои возможности, насколько вы готовы посвятить этому время. Я считаю, что это моя теперь фактически работа. И по уровню заработка, как бы, блога, да, я, ну, не знаю уж, хорошо это или плохо, но так и есть. Блог мне сейчас приносит гораздо больше денег, чем продажи моих картин. Потому что, естественно, продавать картины – это дело такое очень сложное, особенно у нас в России. Особенно, если они продаются не за бесценок. А у меня картина продается дорого. То блог – это, скорее, у меня действительно такая рабочая, ну, рабочая моя лошадка, в которую я вкладываю силы. И она мне неизменно приносит деньги. Потому что на мой блог постоянно подписываются люди. Вот, поэтому, да, отнеситесь к этому вопросу как к выходу на работу. Если вы понимаете, что у вас не будет времени на это все, то лучше блог не создавать. И тут я хочу коснуться еще этой темы. Конечно же, переживания и страхи перед созданием блога есть и должны быть. Вы творец, вы несете какую-то свою информацию в мир и переживаете, будет ли она принята, будет ли она кому-то интересна. Это нормально, это все равно, что опубликовать картину, не получить на нее никаких отзывов, конечно, это неприятно. И то же самое с блогом. Вы прилагаете свои, как вам кажется, очень ценные, уникальные знания. И вдруг не получаете на это никакой отдачи. Вы уже объявили о том, что у вас блог, все вас поздравляют, всем так нравится, что вы придумали это, и никто не подписывается. И, если честно, это может быть очень большим ударом по самооценке. Это может очень вас, ну, не могу сказать, что прям вернуть депрессию, но обидеть и обескуражить. Поэтому я очень вам советую не создавать блог, пока вы не будете уверены, что все перечисленные пункты, которые я сегодня озвучила, как бы можно поставить галочку. Потому что даже если какой-то один пункт будет там не очень выполнен на 100%, да, грубо говоря, есть риск того, что ваши ожидания не оправдаются. Если ваши ожидания не оправдаются, вы обескуражитесь, у вас пропадет запал, вы решите, что вы никому не нужны. Но на самом деле просто выбрано было неправильное время для того, чтобы этот шаг предпринять. Я завела свой блог на Patreon еще год назад, но я понимала, что я не готова ни по каким параметрам, ни по количеству спроса, ни по количеству людей, ни по сама, по сознанию, да, что мне нужно будет так много работать и загружать туда весь этот контент. И я просто работала над блогом, я его оформляла, я туда периодически что-то вписывала. Поскольку мне не на кого было ориентироваться, я не знаю никаких художников, с которыми даже общаюсь в Инстаграм, у кого бы был блог на этой платформе, сейчас, конечно, уже появились. Я не могу сказать, что это прямо из-за того, что я завела, хотя некоторые ребята, которые завели Patreon, они действительно ссылались на меня и благодарили меня за то, что я им открыла такую вот идею, подала. И мне приятно, конечно, что они ссылаются на меня. Так вот, именно по этой причине мне приходилось все методом тыка познавать самой, ориентироваться на зарубежных блогеров, смотреть, как у них это все оформлено, благо там их очень много. И собрала, да, собирала свой блог по кусочкам и объявила его открытие только вот, по-моему, в мае или даже в июне, то есть совсем недавно. Ну и собрала, конечно же, контент, потому что прежде чем открыть блог, необходимо туда все-таки что-то загрузить, хотя бы там пару-тройку уроков, видео уроков. Там что-то, что-то, ну, чтобы люди не подписывались в пустую, правильно? Так что да, я тоже ждала своего времени, и, конечно, мне было очень боязно перед тем, как создавать его, перед тем, как объявлять это. Но я, если честно, друзья, и вам это тоже советую, прежде чем создавать блог, вот вы уже готовы его анонсировать, подготовиться к худшему. Вот к тому, что никто не подпишется на ваш блог. Вот будьте готовы к этому. Вот я себя так настраивала. Я знаю, что сейчас позитивное мышление, вот зачем так думать негативно, но на самом деле так надо, потому что иначе, если вы будете думать о том, что сейчас все ринутся подписываться на ваш блог, и в итоге у вас окажется, там, не знаю, два с половиной подписчика, вы будете, что называется, crushed. Ну, то есть вам будет неприятно, вам будет обидно. Поэтому я, да, настраивала себя на то, что, а, ино, все это замечательно, идея хорошая, контент у тебя отличный, спрос есть, но если на тебя никто не подпишется, ты просто его, какое-то время он у тебя повисит, ты его удаляешь и забываешь про эту идею. Она неудачна. Много причин, совершенно не обязательно, что это именно твой контент. Может быть, люди не хотят осваивать новую платформу, может быть, люди не знают английского, может быть, у людей нету трех долларов, чтобы заплатить, такое бывает. Ну, каждую копейку сейчас с этим кризисом считаешь, на самом деле. И поэтому я себя успокаивала вот такими вот мыслями и говорила себе, что Айна, будь готов к полному провалу, но если даже это случится, спокойно на это реагируешь, все удаляешь, просто продолжаешь в прежнем режиме писать. Единственное, чего я не собиралась делать больше, если бы Патреон не выгорел, я перестала бы вообще снимать видеоуроки на YouTube, потому что это отнимало у меня крайне много времени и было абсолютно неблагодарной работой. Ну, конечно же, приятно, что людям это помогало и спасибо, кое-как там где-нибудь мне скажут, но тем не менее привлекало это каких-то троллей на YouTube, которые имели свое собственное мнение по тому, как я должна снимать, как громко говорить или как вообще говорить. Ну, в общем, это все было настолько мне неприятно, что я решила, если это не выгорит, я перестаю вообще снимать видеоуроки. Просто подвести Instagram и, собственно, продвигать свои картины, пытаться их продавать и выживать как-то на этом. Но, слава богу, в первый же день на меня практически, там, в первые сутки подписалось почти 20 человек, у меня глаза были вот такие, потому что я вообще не ожидала, что столько людей сразу откликнется. И, конечно, с добавлением туда нового контента, с какими-то своими наработками, придумками, туда добавляется еще много людей. И я понимаю, что если бы у меня еще было больше возможности вкладываться в это, то есть если бы я приняла решение быть блогером, да, а не художником, то я бы уже накопила вообще, в принципе, очень хорошую базу подписчиков, просто потому что мне есть чем поделиться, но я все-таки в первую очередь считаю себя художником. У меня мечта не продавать свои знания и опыт, а мечта продавать свои картины. Мне этого очень хочется, я знаю, что все художники этого хотят. Вот, но все-таки вот некоторые расстаются с этой мечтой в угоду финансовому положению, потому что, конечно же, преподавание приносит доход, и для некоторых это единственный источник дохода, и они готовы как бы свою карьеру художественную отложить на неопределенный срок, да, в угоду финансовым. У меня пока есть возможность этого не делать, и я хотела бы все-таки попробовать реализовать себя именно как художника, и попробовать продавать свои картины, сделать себе имя на этом рынке, хотя это дико, очень сложно, но это моя мечта. И я не хочу променять, знаете, свою большую мечту, но мечту поменьше, потому что, конечно, зарабатывать деньги просто ведя блог о том, что ты любишь, это тоже мечта. Мне кажется, очень многих сегодня так вообще это самая популярная, можно сказать, профессия. Вот, но, тем не менее, мне нравится совмещать эти две вещи, я люблю вести и блог. И общаться с ребятами, мне очень нравится получать фидбэк, не только финансово, друзья, но и просто спасибо от людей, благодарность, слова о том, что я их вдохновляю, меня само окрыляют безумно, и я бегу снимать новые уроки и делиться новыми знаниями. Вот, надеюсь, видео было не очень сумбурным, и, тем не менее, рассказало вам о чем-то полезном. Будет вторая часть этого видео, которая будет немножко более конкретная, о том, что если вы все-таки, послушав меня, решили, что вы готовы создать блог, как это сделать, о чем стоит подумать заранее. Поговорим о подарках подписчикам, поговорим о том, как привлекать людей на свой блог, да, ну, то есть, как бы, вот, немножко подробнее уже о таких спецификах. И все будет загружено на YouTube, потому что мне хочется, чтобы к этому контенту был доступ у людей, во-первых, чтобы меня перестали забивать этими вопросами, потому что у меня директ забит просто вопросами о Патреоне, и, ну, и просто, чтобы мне не жалко поделиться, как бы, этой информацией, я хочу, чтобы творцы и люди, которые несут знания, имели возможность это монетизировать, потому что, друзья, информация в современном мире – это самая большая ценность. То есть, в принципе, дороже информации, мне кажется, в нашем информационном мире нет ничего. Если у тебя есть правильная информация, то ты вооружен просто до зубов. Ну, еще нетворкинг, да, правильные люди тоже во все времена были очень нужны. Но это, кстати, одно с другим связано, потому что, конечно же, вся моя деятельность связала меня и познакомила с огромным количеством людей, которые, благодаря которым я здесь вообще, у меня есть эта студия, у меня есть материал, которым я работаю, у меня есть блог, ну, вообще, как бы, сами понимаете. Ну, все, я заканчиваю. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Все ссылки, о которых я упоминала, будут внизу. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Инстаграм. Я ссылку на него оставлю тоже внизу, просто потому что я там все время публикую что-то новое, публикую там свои работы, и все-таки, тем не менее, несмотря на блог, делюсь там какой-то полезной информацией, охотно общаюсь с людьми, которые комментируют мои картины, пишут мне в директ, ну, и отвечаю на всяческие вопросы, так что, если хотите подружиться, стучитесь ко мне в Инстаграм. Ну, и, конечно, подписывайтесь на YouTube, потому что я буду продолжать постить видео на YouTube. Может быть, не видеоуроки, конечно, но все равно какие-то информационные интересные штуки я буду публиковать. Ну, все, спасибо. Пока.